На первый матч «Алмаз» вышел без ряда лидеров, заявив практически всех молодых игроков. Красная армия приехала в Череповец не только с полным комплектом, но и с игроками в ВХЛ. Поэтому закономерно, что москвичи имели преимущество на протяжении всего матча, а комфортный отрыв 3-0 создали еще в первом периоде. Череповчане ответили голом Макара Хабарова в большинстве. Далее шел обмен заброшенными шайбами. У «Алмаза» голами отметились Павел Жирнов и Герман Грачев. Сирена зафиксировала победу гостей со счетом 5. Всего не хватило и мастерства. Сыграли плохо все, абсолютно все. От этого и результат. На заключительный матч регулярного чемпионата «Алмаз» вышел уже в практически самом сильном составе. Вернулись хоккеисты, которым тренерский штаб давал отдохнуть, а также часть травмированных. Это заметно поправило баланс сил, и на поле не было того превосходства гостей, что днем ранее. Тем удивительнее оказался итоговый результат. Все события, связанные со взятием воров, случились в заключительной третьей матче. Гости открыли счет, а затем хозяева получили пятиминутное удаление, и в большинстве армейцы забросили сразу три шайбы. А окончательный счет 0-5 победа молодых армейцев. Этим матчем «Алмаз» завершил выступление в регулярном чемпионате текущего сезона. В турнирной таблице череповщане заняли шестое место и продолжат борьбу за кубок Харламова в розыгрыше «Плей-офф». Соперником станет московский «Спартак». В первой игре мы дали сыграть всем молодым, посмотреть, кто может нам помочь в «Плей-офф», на кого можно рассчитывать. Сегодня вышло много ребят, которые первый день после травмы, первая игра после травмы. Но не совсем тот результат, который мы хотели увидеть, не совсем та игра, которую мы хотели сегодня увидеть, к сожалению. Но сейчас вот здесь у нас три дня, надо разбираться. Серия «Алмаза» против «Спартака» начнется в Москве. Первый матч серии состоится в столице 10 марта. Владимир Сентябрев. Новости.